Всем привет, дорогие друзья, из-за этого моего канала. Сегодня у нас на распаковочке данная коробочка. Это компрессор Jazz, в комплект которого входит также шланг и аэрограф. Мини-наборчик для старта вашего творчества. Пойдемте к столу и распакуем его. Так, давайте-ка уже вскроем эту коробочку и посмотрим, что там внутри. Внимание, перед началом работы внимательно прочтите инструкцию. Конечно, само собой. Итак, нас встречает инструкция. Сам мини-компрессорчик. Давайте-ка я вот это все это вытаскиваю. Шланг. Тут у нас зарядное устройство. И вот я уже там вижу, виднеется... А, вот еще подставочка под аэрограф. И, собственно говоря, сам аэрограф с ершиками. Итак, достаем из пакета наш компрессор Jazz 1211. Довольно-таки легенький. Приятный на ощупь. Напряжение 220-12. Мощность 10 Вт. 1,7 кг на сантиметр квадрат. Давление. Производительность 10,5 литров в минуту. Вес 500 грамм. Ну, легенький такой, удобный. Далее идет у нас зарядное устройство. Ой, зарядное устройство. Блок питания для него. Которое тоже мы откроем. И подключим. Естественно, я его уже проверил. И для вас я это делаю уже второй раз. А вот единственное, мне не очень понравилось, как реализовали вот эту вот штучку. В принципе, ну, она тут цепляется. Почему не здесь? Не здесь. Ну, ладно. Это оставим уже тем, кто его проектировал. Шланчик приятный, приятный. Давайте-ка его тоже подсоединим. Очень хорошо, что у этого компрессора имеется регулировка давления. Все. Так как это домашний компрессор, затягивать здесь ничего очень-очень сильно, как на автомобиле, я думаю, не стоит. И подойдем к самому главному. А самое главное здесь, это аэрограф Jazz 1174. Такая у него скромненькая комплектация, в которую входит, собственно говоря, сам аэрограф. Кстати, очень приятный на ощупь пипетка и гаечный ключик накидной на неизвестно сколько, наверное, на 0,5. Очень хорошо, удобно, лежит в руке. Можно менять емкости, если вдруг надо вам больше. Ну и, естественно, он полностью разбирается. Ну и последнее, что было в наборе, это, конечно же, ёршики для чистки аэрографа. Давайте-ка подсоединим аэрограф. Здесь только не хватает воздушного фильтра, очиститель я уже приобрел. Все-таки я раньше занимался мобильно-малярным делом, поэтому очиститель от влаги должен быть обязательно. И вот наш аэрограф включен. Работает он очень тихо. Сразу же отрубается, когда ты не открываешь факел. Открыл факел, естественно, он работает. Закрыл, чуть накачал давление, которое есть в шланге. И он тут же выключился. Это очень удобно. Давайте-ка сейчас зальем немножко сюда грунтовочки, которые я купил специально для этого аэрографа. Это аэропремиум от Pacific 88. Возьмем какую-нибудь миниатюрочку и немножечко подуем на нее, а потом подуем на листочек. Также бы я посоветовал вам купить такой вот очиститель для аэрографа, чтобы, скажем так, все, что осталось в самом аэрографе, оставлять именно в этой баночке, наполненной водой. И никогда не забывайте про средства индивидуальной защиты органов дыхания. Вот так примерно это выглядит. Сначала мы попробуем распыл на листочке бумаги, а потом уже перейдем к этой замечательной миниатюрке из Age of Sigmar. Попробуем ее подзагрунтовать. Открываем, сделаем буквально пару-троечку капель. Три, пусть будет четыре. Консистенция у нее подобающая, потому что сделана специально для аэрографа. Я здесь еще никаких настроек не менял, ничего не выставлял. Давайте-ка проверим на листочке бумаги. Вот так. Как видим. Кладет вполне равномерно. Очень даже приятно кладет. Ну, конечно, надо немножечко поиграться с настройками. Даже на таком расстоянии, в принципе, он со своей задачей справляется. И вот так вот. Ну, везде индивидуальные настройки. Это тоненькая. А вот уже побольше пакел. Давайте-ка перейдем к модельке. Я тут немножечко уже попробовал щит. Давайте-ка все-таки основательнее попробуем. Очень, очень прилично. Кладет он... Улетел. Не улетай. Кладет очень хорошо. Комков нету. Даже можно что-то убавить будет. Изумительно. Даже по базе мы видим, как все это делается равномерно. Надо было все-таки перчаточки надеть. И вот, грубо говоря, за пару секунд у нас почти загрунтованная миниатюрка. Ну, а теперь остатки, конечно же. Здесь не очень удобно. Мы снимем эту крышечку. И остатки, естественно, мы сольем в очиститель. Он даже вот так он держится. Как по мне, набор очень интересный, недорогой. И для старта в Кобе очень будет вам полезен. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайк. Всем до новых встреч. Всем пока.